90% произведенного хмеля в России приходится на Чувашию. По сравнению с прошлым годом урожайность увеличилась в 1,7 раза. Наши хмелеводы собрали около 180 тонн. Но несмотря на положительную динамику, хозяйства ежедневно сталкиваются с проблемами в отрасли. Что мешает хмелю приносить прибыль, обсудили за круглым столом в рамках Дня работника сельского хозяйства. Для Чувашской Республики развитие хмелеводства «Экономически значимая программа развития сельского хозяйства». В прошлом году из республиканского и федерального бюджетов на закладку и уход за хмельниками было выплачено более 800 тысяч рублей. Но все эти средства получают в качестве субсидий производители, а не переработчики. В результате продукты и его переработки на рынках России появляются в основном из-за рубежа. Сложное положение в республике складывается и с обеспечением хмелепроизводителей спецтехникой. Из 13 комбайнов в рабочем состоянии только 7, из 9 хмелесушилок – 6. А средний возраст оборудования – более 30 лет. Если в начале 90-х годов прошлого века в России производили 7 тысяч тонн хмеля, в Чувашской Республике – 3 тысячи тонн хмеля. Это вместе с Украиной раньше было. Значит, сегодня мы производим только 300 тонн хмеля, максимально 300 тонн. Это большое было бы подспорье для наших крестьян, для наших коллективных хозяйств. Они бы могли зарабатывать приличные деньги. Республика могла бы сегодня ежегодно пополнять свой бюджет в пределах 3 миллиардов рублей. В то же время отрасль не стоит на месте. Постоянно совершенствуются технологии переработки хмеля. Развитие невозможно без расширения мощностей. И это требует значительных финансовых затрат. В текущем году на государственную поддержку хмелеводства предусмотрено около 6 миллионов рублей на закладку и уход за многолетними насаждениями. При условии успешной реализации хмеля часть затрат возместят и из республиканского бюджета. На эти цели заложено 2,5 миллиона рублей. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика.